Магазин снаряжения для туризма Круговик.ру Качественное альпинистское снаряжение, все для водных походов, палатки всех типов и даже сверхлегкие и печки к ним, посуда, рюкзаки, облегченное снаряжение и легкие лодки по крафте, все вы найдете там. Ссылка и промокод в описании к видео, с ним скидка до 10%. А первым 10 покупателям подарок не упустите. Вот уже заканчивается зима, и по сути сетка для костра уже не нужна. Но, тем не менее, снег еще довольно глубокий, по колено и больше, он сырой. И в принципе сейчас хочу подробнее остановиться, подробнее рассказать о сетке для костра, потому что вещь действительно нужная. В следующем году она точно пригодится и не один раз. А сейчас я хочу подробнее о ней рассказать, показать. И, собственно, сделать сегодня то, что хотелось с ней сделать. То есть повесить ее между деревьев, а не поставить вот на эту подставку, которая идет в комплекте. И поможет мне вот эти вот две сосны. Поставляется сетка вот в таком чехле. Чехол довольно плотный. И он, естественно, длиннее, чем сама сетка, потому что он для ног рассчитан. Сама сетка вот где-то вот такого размера. Сейчас я хочу взвесить его вместе с чехлом, с ногами, со всем. То есть как бы полный комплект. 945 грамм. Это вот весь комплект с чехлом. Естественно, этого довольно много. Я сейчас достану из этого мешочка сетку и взвешу все только без сетки. 780 грамм весит ноги и чехол без сетки. То есть 780 грамм, получается, да, приходится таскать. Ну, по сути, просто так. Необходимости большой в этом нет. То есть сам по себе чехол довольно плотный. Для чего он такой? Ну и ноги тяжелые. То есть грамм 700 весят только ноги. По сути-то нужна только вот эта вот сама сетка. Вот. И получается, что весит она меньше 200 грамм. Где-то около 180, да, получается. Примерно так. Вот. И если сейчас вот удастся ее повесить между деревьев и нормально будет все работать, то это однозначно хорошая вещь. Ноги вот эти представляют из себя четыре довольно из толстого металла трубки. Это какая-то нержавейка. С одной стороны заглушечки такие вот, клопачки, чтобы снег туда, всякая земля не попадала. И опять же, такой же массивный металлический вот этот вот квадрат, куда обычными винтами с гайками эти ноги прикручиваются. Вот. Ну, наподобие треноги он вот так вот расставляется. Вот. И ставится куда-то на поверхность. Вот. Суть вот этой подставки такая. Конечно, запас прочности у нее очень большой. То есть, я думаю, что... Не знаю, для чего они такие толстые нужны. Если бы они были хотя бы алюминиевые, они бы, конечно, раза в два легче были бы. Вот. Но, собственно, вот даже на эти ножки, я думаю, что можно встать человеку, ну, весом килограмм шестьдесят. И возможно, что они даже и выдержат. То есть, для какого костра, непонятно, они предназначены. Если поставить вот эту сеточку вот так вот на снег, естественно, ноги начинают проваливаться. Вот. Сейчас они вот слегка так ушли в снег. Но вот если дать какую-то нагрузку, да, она начинает проваливаться глубже. Даже вот в такой вот рыхлый снег, какой сейчас. Вот. Но когда он дойдет вот до этого квадрата, то тогда обычно вот он упирается. Исключение, я думаю, может составлять только какой-нибудь пушистый такой снег, когда обычно очень холодно. Вот. Но, тем не менее, можно, допустим, эти ноги поставить на какие-нибудь два полежка, какие-нибудь две ветки, либо еще на что-то такое. Вот. И тогда он не будет так сильно проваливаться. Но, чтобы совершенно не проваливаться, именно поэтому я и хочу повесить ее вообще на воздухе, на веревках, над снегом. Вот так вот покажу поближе, как выглядит крепление. Вот таким вот образом. В каждую трубку сетка вставляется с помощью вот такой вот скрепки. Здесь она через люверс входит и туда, внутрь трубки. Вот. И таким вот образом за все четыре уголка получается она вот так вот растягивается. И размер самой сетки примерно где-то 40 на 40 сантиметров. Основное, за что я переживаю, это то, что она прогорит. Сама вся сетка выглядит тоненькой-тоненькой. Из какого металла, непонятно. Вот. Сейчас на ней появляются уже такие вот пятна. Но, в общем-то, эти пятна, они, собственно, появляются на любом металле, да, когда он попадает под огонь. Вот. Соответственно, как долго она продержится, пока непонятно. На ней я уже где-то около 5-6 костров вот так вот развел. И, собственно, вот сегодня я хочу положить полень побольше, потому что до этого-то все были такие небольшие ветки, хворост. А сейчас я хочу положить полень побольше. Изначально я задумывал повесить эту сетку между двух деревьев вот на таком тросике. Этот тросик у меня с силиконовой оплеткой, ну, просто потому что у меня в запасах был только такой 2-х миллиметровый тросик. Почему именно тросик? Потому что я думал, что вот эти вот места будут сильно накаляться от костра. И, соответственно, тогда, если каким-то другим образом ее привесить, да, там, допустим, за веревку, то тогда она может оплавиться и упасть. Но, попользовавшись несколько раз этой сеткой, в общем-то, я понял то, что когда горит костер вот где-то здесь, особенно если это какой-то хворост, когда вот подкидываешь где-то в серединку, вот эти вот места, они не греются сильно. То есть их вполне спокойно можно трогать. Вот. Мало того, в чем вообще суть? Сама по себе сетка, вот эта вот сеточка, она очень тоненькая. Вот. И когда она находится не на земле, когда она вот так вот на весу, то воздух, который вот постоянно, да, здесь и есть, он остужает ее очень быстро. То есть, когда, допустим, вот костер сжег, скинул остатки, да, там, какую-то залу, угли, то буквально проходит там несколько секунд, и она уже остывает. Вот. То есть это за счет того, что сама проволока, сама сеточка очень тоненькая и вентиляция хорошая. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас даже проволока не понадобится. То есть суть в том, что ее можно будет подвешивать на обычных маленьких веревочках. И сейчас покажу эти веревки. Вот. Вот у меня есть такой пучок веревок. Здесь есть четыре вот таких вот маленьких, совсем малюсеньких карабинчика. Тоже заказаны из Китая. Вот. Они буквально там по 4, по-моему, сантиметра. Алюминиевые, маленькие, легенькие. Вот. И в принципе, они замечательно вот в этот уголочек должны поместиться. Вот за этот люверс вот так вот замечательно они цепляются. Соответственно, дальше уже. Я думаю, что я подвешу их за самые вот такие вот маленькие, тоненькие веревочки. Это канатовский репшнурочек, всего двухмиллиметровый. Тоненький, но очень прочный. Держит 70 килограммов. Я думаю, что его вполне достаточно, потому что он не должен оплавиться. Это точно, потому что сетка остывает довольно быстро. Единственный момент только, что если на него может упасть какой-то уголек. Ну, собственно, вот это вот сейчас я и узнаю. Вешаю между деревьями я впервые эту сетку. Поэтому вот, что получилось, то получилось. Естественно, с опытом какие-то другие варианты можно наработать. А сейчас у меня с каждого угла вот такие вот маленькие карабинчики алюминиевые. Соответственно, здесь вот за это дерево обернуто одним куском веревки. Здесь одного куска мне не хватило. Вот он был до сюда. Здесь вот я навязал такой карабинчик за узелок. Ну, и это хорошо, потому что третий кусок веревочки вот здесь полиспастом я натянул. Если я ее чуть выше пояса, ну, надеюсь, так будет удобно. Вот, она немножко шатается, конечно, болтается, но в целом стоит ровно. Вот, главное вот натянуть побольше. И плюс я вот такие вот две палочки в распорке поставил. Вот, прогибается, конечно, прогибается. Но в целом держит. Я думаю, что небольшой костерчик для того, чтобы приготовить себе поесть, вполне хватит. Большое преимущество этой сетки в том, что костер здесь можно сжечь из буквально хвороста. Маленьких, тоненьких палочек, веточек, которые можно ободрать. Вот любые повальные, засушенные какие-то ели, сосны. Вот все эти палки отламываются и спокойно с помощью их можно здесь сделать костер. Даже зимой. Потому что зимой на снегу из таких палок веток ничего толкового не получится сделать. Весь этот сухой хворост разгорается буквально с одной спички. Но у него есть, конечно, недостаток в том, что все это очень быстро будет сейчас выгорать. Поэтому главное успевать подкидывать. Ой, ну пока не падает. Вот я навалил довольно большие паленья. Большие, толстые. Вес сейчас общий здесь несколько килограммов точно. Сетка немножко прогнулась. Здесь и веревка, конечно, прогнулась и сама сетка. Да, вот здесь вот тоже видно прогнулась. Ну здесь вот сейчас тепло. Я бы даже сказал, жарко под сеткой. Поэтому, в общем-то, хорошо то, что я сделал ее вот так вот высоко над землей. Ну, пока в любом случае она выдерживает. Пока все хорошо. Здесь вот, допустим, здесь совершенно вот карабинчик сам по себе. Он абсолютно холодный. Даже сетка вот в этом месте, вот я трогаю, она холодная. То же самое касается и вот этого места. Я напилил и наколол полноценные дрова. Вот этот вот топор, колонн Х-11, физкорс, належит. Ну, чтобы вот так вот габариты понимать. И, собственно, вот сам костер. Все горит, все хорошо. Сетка пока держит. Здесь вот я периодически смотрю. Здесь по-прежнему вот я спокойно пальцами трогаю. Здесь холодная, абсолютно холодная сетка. Тем не менее, вот здесь вот очень жарко. Где-то в 50 сантиметрах ниже нее. В общем, вентиляция идет. Здесь вот все охлаждается. Поэтому ни карабин, ни веревка, никаких тепловых перегрузок не испытывает. Вот эти вот палочки и распорочки тоже самое. То есть они абсолютно холодные. Только вот с той стороны, возможно, излучение идет. Вот, а так все нормально. Вот, и я подкидываю еще. То есть сейчас я уже подкидываю большие, полноценные, тяжелые такие паления. Вот, и то, что сетка выдержит, как бы я уже не сомневаюсь. Потому что здесь уже большая-большая куча. Вот, в таком костре, ну я даже не знаю, есть ли необходимость. Вид снизу. Снизу, сквозь сетку, к костру идет очень хорошая вентиляция. Поэтому он не тухнет. Замечательно горит. Столб дыма идет вверх. Собственно, очень мне нравится эффект. Пока очень даже хороший. Я не знаю, как вам, но мне абсолютно очевидно, то, что сетка очень даже годная. Замечательно. В общем, это на заметку нашим, нашим производителям. Потому что китайцы молодцы. Вот, не все китайское говно. Вот, молодцы китайцы, в общем, сделали полезную вещь. Вот, и нашим на заметку. Ничего тут сложного нет. Сделать это элементарно. Можно даже побольше. Возьмите на заметку к следующей зиме. Домашнее задание. Сделать подобную штуку. И обязательно обращайтесь. Вот, вентиляция у костра замечательная. Вот, я думаю, что я закажу себе еще две таких сетки. Пусть будут. Очень хорошая вентиляция у костра. Плюс я еще поддуваю. Я хочу побыстрее создать там углей побольше. Вот, они, в принципе, там уже есть. И довольно немаленькие. И это я делаю для того, чтобы дать максимальную температурную нагрузку на сетку. Вот, я ее, конечно, не хочу сжечь. Но хочу убедиться в том, что она все это выдержит. Вопрос только в том, как долго. Поленье вот эти вот довольно сырые. Потому что дерево было наклонено. Но оно все сырое. Вот видно, да, вот это вот все влага на нем. С торца. Если бы все это сейчас было где-то в снегу, в земле. Без такого хорошего потока воздуха. Как вот здесь снизу идет. Оно бы, конечно, так не горело. Оно бы больше дымило. Вот, а дыма здесь, ну, практически сейчас нет. Я сейчас специально свожу шалашком дрова. И вот послушайте, какая тяга. Сейчас я замолкаю. Надеюсь, слышно, что замечательная тяга. Но даже по плане, по пламени видно. Сейчас там в костре, как бы в середине, что-то наподобие трубы. И воздух туда устремляется. Вот отсюда снизу и вот туда вверх. Из-за этого очень хорошая тяга. Я нашел слабое место в своей вот этой вот конструкции. Вот эта вот ветка, она сырая. И сейчас на ней лежит несколько поленьев горячих. Соответственно, она от этого тоже нагревается. И вот отсюда, с торца, пошел вот этот вот кипящий пар. И он сейчас нагревает вот этот вот маленький карабинчик. Вот он сейчас довольно горяченький. То есть, если вот этот я спокойно трогаю, то вот здесь вот он довольно горячий. И вот я опасаюсь, как бы у меня не оплавилось вот этот вот 2-х миллиметровый мой шнурочек. То есть, соответственно, если он сейчас оплавится, все это у меня упадет. Но пока вот я так наблюдаю, и он вроде как держится. Вот поэтому, возможно, все-таки именно тросик имеет место быть. Ну, вообще, пишите сами в комментариях. Вот вы уже увидели все это дело, да? Пишите, предлагайте свои идеи. Потому что есть же такие мастера всяких выдумок. Как это удобнее и лучше всего сделать? Вообще, какие еще варианты с этой сеткой можно замутить? Вот, будет очень интересно почитать. Ну что, я думаю, видео надо заканчивать. В общем-то, и мне, я думаю, многим станет очевидным то, что вещь действительно полезная. Давайте вот подведем итоги и, в принципе, поговорим о том, где ее можно использовать. Вот, конечно, ее лучше всего использовать в одиночных походах, либо в походах маленькими группами. Там, один, два, три человека. Ну, потому что, если даже трое и больше людей, то тогда и костер нужен все-таки побольше. И все-таки, если четыре человека, это уже можно пилить большие бревна, не париться, кидать их на снег и, в общем, прямо на снегу, на этих бревнах, сжечь костер. Вот, а это именно вариант, который значительно экономит силы и время. Такую сетку можно взять в одиночный поход зимой, когда глубокий снег, либо когда сырой снег, либо когда, в принципе, местность какая-то сырая, заболоченная. Можно вот так вот подвесить на веревочках. Проте ножки, которые идут в комплекте, я их вообще больше брать не буду. То есть, в них никакой необходимости вообще нет. То есть, это вот нужно именно так делать. Другое дело, только нужно будет с опытом понять, как лучше, какая веревка нужна, нужен ли тросик стальной, чтобы все-таки была надежность, чтобы не сгорело, ничего не свалилось. Это все с опытом придет. Но, в принципе, сейчас уже понятно, что такой костер значительно экономит силы. Сегодня я на него навалил такое большое количество дров, полноценных, поленьев. Естественно, в одиночном походе это не нужно делать. То есть, достаточно будет маленьких, небольших палочек, веточек. Вот даже что-то типа того. Маленькие, сухие палочки, веточки, хворост, засохшие лапы у елей снизу. То есть, такие совсем маленькие, тоненькие веточки. Всего этого достаточно будет, чтобы на такой сетке приготовить поесть. Вскипятить несколько котелков воды. Кипятится это все элементарно, как в прошлом походе. Просто натягивается костровой тросик, вот этот вот, ну или та же самая веревочка, по сути, натягивается. И сюда вот над огнем вешается котелок. Все довольно просто. Собственно, вот, я думаю, надо заканчивать. Вещь действительно стоящая и очень полезная. В следующем году, да и в этом еще, я думаю, что неоднократно буду ее использовать. Вот, буду писать статью по этой теме, по поводу этой сетки, по опыту использования и так далее. Загляните в описании к этому видео. Там будет ссылочка на статью на моем сайте. Ну, кроме того, там на этом сайте можете еще много всего интересного, полезного для себя найти. Вот, ну и в описании оставлю ссылку, где можно эту сетку купить. Но призываю российских производителей к следующей зиме такую штуку сделать, чтобы рядышком была ссылка на нашего производителя. А за всем все. До следующего видео. Вот только что скинул дрова и уже спокойно трогаю сетку руками. Абсолютно холодная. Никаких следов того, чтобы пригорело, нет. Ну, только вот эта вот зава, она очищается. Продолжение следует...